Если говорить про президентов, то нельзя не говорить о президенте США, потому что на следующей неделе, во вторник, выборы. И вот Елена у меня спрашивает. Михаил, добрый день. И снова про выборы в США хотелось бы узнать ваше мнение безотносительно к личностям баллотирующихся президента-кандидатов. Разобраться немного в вопросе. Прочитала, что газеты «Вашингтон-Пост» и «Лос-Анджелес-Пост» решили отменить presidential endorsement в пользу кандидатов, которых они поддержат. Скажите, что все это значит, почему так происходит, и как это может повлиять на выборы? Спасибо большое. Да, действительно, в Америке есть такая интересная тенденция. То есть, что такое presidential endorsement? В Америке, действительно, по традиции, издания различные называют, давно уже это происходит, десятилетиями, ну, в частности, «Вашингтон-Пост» этой традиции 30 лет, называют то, кого они лично, прямо это издание, кого поддерживает кандидат в президенты США. Они прямо говорят, ну, там, за, не знаю, Рейгана, или там, за Элла Гора, и так далее, и так далее. Прямо, вот наша редакция посовещалась, мы решили так, и это принято в редакциях. Было до настоящего момента. Это удивительная для нас традиция, у наших изданий, говорят, как мы, независимо не можем, но в Америке так, в Америке такая традиция. А в этом году, во-первых, сменились некоторые владельцы, в частности, «Вашингтон-Постом» теперь владеет Джефф Безос, который владелец Амазона. И он заблокировал эту историю, потому что «Вашингтон-Пост» пытался опубликовать, что «Вашингтон-Пост» поддержит Камалу Харрис. Но Джефф Безос, как владелец издания, сказал, «Нет, мы этого опубликовать не будем». По-разному воспринято такие решения в американской журналистике. Например, в «Лос-Анджелес Таймс» два редактора уволились из этой газеты со следующими словами. Вот Мариэль Гарзе пишет, это один из редакторов, уволившихся, я так понимаю, потратить 8 лет на то, чтобы быть в оппозиции к Трампу, «Лос-Анджелес Таймс», и после этого писать, что это страшная угроза для демократии и так далее, а после этого отказаться поддерживать демократического кандидата, это как бы большая ошибка, с этим я жить тут, работать не готова. Ну и дальше, вот есть даже целый анализ произведен, значит, какие главные газеты, что чего решили по этому поводу. Итак, «Вашингтон Пост» и «Лос-Анджелес Таймс» решили больше не называть, кого они поддерживают. При этом «Нью-Йорк Таймс», «Филадельфия Инквайр», «Нью-Йоркер», «Хьюстон Хроникл» и «Бостон Глоб» поддерживают Камалу Харрис. А «Нью-Йорк Пост», «Вашингтон Таймс» и «Лос-Анджелес Ревью» поддерживают Дональда Трампа. Ну, кстати, «Нью-Йорк Пост» и «Вашингтон Таймс» – это все мэрдоковские издания, а «Лас-Вегас Ревью», честно, не знаю, чье издание. Ну, так как-то пресса поддерживает одних, поддерживает других. Тем временем на выборах там в Америке есть интересные события. Трамп переоделся в мусорщика, в коммунальщика, чтобы раскритиковать слова Байдена, и проехался на мусорном грузовике с надписью «Трамп сделаем Америку снова великой». Ну, молодец Трамп, чего, он делает действительно такую яркую компанию, он ездил в Макдональдсе, работал уже, мусорщиком поработал уже. Для меня, честно, но это для меня лично, это выглядит как-то что-то очень устаревшее. Ну, типа, это же Путин 2000 года, в смысле, когда он летал с журавлями там, нырял замфорами и так далее. Прямо Путин 2000, Трамп 2024. Ну, так себе стремная, мне кажется, история. Но я уверен, что есть американцы, которым это нравится, именно такой подход. Поэтому выбирать будут между кем и кем. Камал и Харрис тоже не пытаются, естественно, соревноваться с Трампом в таких экстравагантных поступках и в таком популизме, что ли. Поэтому избиратели будут выбирать вот такой яркий, крутой, креативный Трамп, или достаточно, я думаю, последовательная, но при этом не производящая ярких акций, Камал и Харрис, я не знаю. Я отошел в сторону, за меня говорит Арнольд Шварценеггер. Ну, не за меня, просто говорит Арнольд Шварценеггер. И он не говорит, а стала весь-то бэби, отпуская одного из кандидатов, хотя, по сути, говорит. Он заявил, что проголосует за Камалу Харрис. А вот это уже действительно удивительно. Это уже почти сенсация. Потому что, вообще-то, как мы помним, Арнольд Шварценеггер был на протяжении двух сроков этим губернатором Калифорнии. Причем губернатором Калифорнии Арнольд Шварценеггер-то был от республиканской партии, а не от демократической. И сейчас то, что он выступает в поддержку Камалы Харрис, ладно, там выступил Роберт Де Ниро, понимаем. Ладно, Леонардо Де Каприо, тоже понимаем. Он утонул все равно в Титанике. Но Шварценеггер, республиканец Шварценеггер, это как бы символ того, что все-таки есть же, знаете, движение там республиканцы против Трампа, республиканца за Камалу Харрис, и он, похоже, становится лидером этого движения. Но мы этих всех людей оставим в покое, я просто сообщаю, что есть, как есть. Кстати, думаю о том, как мне на следующей неделе освещать президентские выборы. Как-нибудь буду освещать, если есть мнение и желание, что бы вы хотели от меня услышать, пишите. Да, потому что там будет некое ночное ралли, что ли, по поводу этих самых выборов. Ну а сегодня у нас тоже своеобразное ралли, 31 октября. Да, кстати, этот день всех святых, правильно, день всех святых, или как это называется, Хэллоуин. Да, Хэллоуин. А нет, завтра, видимо, день всех святых, сегодня Хэллоуин. Ужас, ужас. Но я, собственно, сегодня поэтому ужаса на вас и наводил. Соединенные Штаты, оказывается, намерены защищать Южную Корею всеми видами вооружений, включая ядерное оружие. И об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на встрече, или в разговоре, не знаю, телефоном, с министром обороны Южной Кореи Ким Йонг Хёнг. Вот так. Соединенные Штаты полностью привяжены на обороне партнера и обязательства по расширенному сдерживанию остаются непоколебимыми. И эта решимость подкреплена всем спектром американской обычной противоракетной обороны, а также ядерными и передовыми неядерными возможностями. А так можно было? А так можно было? А получается как? Подождите, Соединенные Штаты по-прежнему привержены, то есть ядерным оружием готовы защищать Южную Корею от Северной, но ядерным оружием не готовы почему-то защищать Украину от России. Подождите, вы точно так же вписались в Водопештский меморандум, это ваша чистая вписка на то, что ваша чистая вписка американская в то, что теперь вы даете ядерный зонтик Украине. В чем был смысл-то в Водопештском меморандуме? Давайте про букву забудем. У вас там все-таки прецедентное право, правильно, в Америке, насколько я помню, да? Давайте по прецедентному праву пойдем, то есть по понятиям. Мы отказались от ядерного оружия. Оно у нас было зачем, ядерное оружие? Чтобы нас никто не мог напасть, потому что понимали, что мы жахнем ядерной бомбой и досвидос. Как вы сейчас говорите про Россию. Вы говорите, мы не можем в нее нападать, у нее же ядерное оружие. Вы сказали, теперь мы ваши гаранты. Но мы ваши гаранты означают, что вы примените ядерное оружие в нужной нам ситуации. Вы считаете, что Россия еще не заслужила? Она нарушила договор о нераспространении ядерного оружия. Она угрожала нам ядерным оружием? Угрожала безъядерной стране. И вы обязаны, обязаны всеми средствами, в том числе ядерными, защитить нас. А вы говорите, что это Южная Корея, а нам не говорите. Почему? Потому что с Северной Кореей как-то воевать вы готовы, а с Россией нет? А кто тогда готов? Никто. Все сдаемся? Что делом-то, товарищ Остин? Ну ладно. Хорошо, хоть у Южной Кореи все хорошо. Хорошо, хоть у Южной Кореи все хорошо. Пускай Америка поможет Южной Корее, а Южная Корея поможет нам. Ну а Остин, мы же с ним все равно скоро прощаемся. Вы знаете, да, что осталось ему, в общем, немного во главе Пентагона, потому что при новой администрации, кто бы не выиграл выборы, будет новый министр обороны, новый министр обороны, новые рассказы, новые истории, новый шанс получить томогавки, кстати, Юрий. Да, вы говорите, ждать Трампа или не Трампа. Да кто бы там ни пришел, это наш новый шанс. Ну потому что новая метла будет чисто мести в любом случае. С Трампом это будет одна история, с Камалой Харрис другая. Но в любом случае все будет у нас по-новому. А знаете, сколько американцев готовы воевать-то вообще? Вот так-то, по-честному. Вот статистичка пришла. Источник не знаю. 75% молодых людей в США непригодны для воинской службы по медицинским основаниям, заявили в Пентагоне. 75%! Помните, там проводили опрос в Польше, говорили, какой ужас, какой ужас. 40% только поляков готовы воевать против России, остальные не готовы. Да в Америке 25% теоретически могут это делать, 75% физиологически не могут. Это Пентагон говорит. Поэтому, когда вот тут недавно кто-то в Фейсбуке там пишет. Вот посмотрите, какое огромное количество, значит, украинцев сбежало в Европу, там зарегистрировалось 800 тысяч мужчин. Ребят, 800 тысяч мужчин из Украины. Это 5-6% мужчин Украины. 5-6% стали беженцами. А в Америке 75% не могут воевать. Поэтому говорить, что украинцы там, не дай бог, разбежались, или там массово ухиллианты, так нет. Не массово, наоборот, ухиллианты, а массово на войне воюют и гибнут сегодня. За американцев, кстати, в том числе, просто американцы пока этого не знают. Ох, поэтому, так как американцы этого не знают, то все продолжается, и все успехи... Да, давайте сегодня будет такой выпуск, где я буду говорить об успехах России. Снова большие успехи у россиян. Снова большие успехи у россиян. Атаковали 43-мя дронами и ракетами, 10 примерно ракет, а нет, 8 авиаракет они выпустили сегодня ночью. И все 8 авиаракет были на Одесскую область, на мост через Днестровский лиман в Затоке, в Одесской области. Надеюсь, теперь я правильно говорю слово «Затока». Почему теперь? Потому что, когда первый раз россияне атаковали этот самый мост в Затоке, это было в 22-м году осенью, и тогда я говорил «Затока». А сейчас я говорю «Затока». Надеюсь, я правильно теперь говорю. Но я не для того, чтобы похвастаться своим правильным произношением, все это сказал сейчас, а для того, чтобы напомнить, что вот россияне как бомбили этот мост в Затоке, так и бомбят. Что было два года назад, то и продолжается. С одной стороны, это говорит нам о том, что хрена с два у них что получается. Без всякого глядения вверх, да? Хрена с два у них что получается. С другой стороны, это говорит о том, что у них по-прежнему есть такие возможности. То есть хрена с два у нас что получается? Лишить их таких возможностей, задушить их экономически санкциями и так далее, и так далее, и так далее. Вот так. Ну а беспилотниками они сегодня у нас побомбили, и ночь сегодня в Киеве была, ну скорее просто шумной. С Харьковом не сравните то, что происходило в Киеве вчера, да, попали они в дом, сегодня нет вроде бы. А мы атаковали Бердянск и снова, мы снова атакуем Бердянск. Прошло два года. Два года назад мы впервые атаковали Бердянск так мощно. Когда помните, мы топили их корабли в Бердянске военные, и сегодня мы именно порт, прям порт Бердянск, атаковали. Но тут есть нюанс отрицательный, то есть в сторону нашей скорее деградации, потому что атаковали мы их теперь дронами Камикадзе, а тогда ракетами. А сейчас дронами Камикадзе. То есть какие-то ракеты у нас кончились, почему-то ракетами мы не можем, наверное эффективнее было бы порт атаковать ракетами. Не знаю. Когда мы атакуем беспилотниками НПЗ в России, то понятно почему, потому что нам запретили бить туда ракетами. Но когда мы беспилотниками атакуем наш же собственный Бердянск, тут что-то неладно. Не знаю, что. Неладно. Путину неладно. Ну вот, а вот этот Путин, который убил сегодня, не он, не он, простите, конечно, не он, а россияне, который направил сегодня, приказал сегодня убивать людей в Харькове, он вчера выступил с оригинальным достаточно заявлением, требованием к своему правительству. Он, значит, поручил правительству Российской Федерации создать программу «Сделано в России» для продвижения российской продукции за рубежом под брендом «Сделано в России». Ну, тут можно, да, срок исполнения, кстати, 30 декабря, а ответственный Мишуткин, премьер-министр Российской Федерации, то есть, с одной стороны, Мишустину не позавидуешь, у него всего два месяца, чтобы подготовить программу «Сделано в России», с другой стороны, Мишустину не позавидуешь, что они будут выставлять? Разбитые дома? Убитых людей? Это же «Сделано в России». Что-то еще «Сделано в России»? Есть еще какие-то достижения? А снаряды они будут продавать? Что они сейчас делают в России? Из танков Т-52 делают танки Т-90? Это одна сторона медали. Вторая сторона медали, я надеюсь, что… Вот это очень важно, чтобы это все не прошло, чтобы все-таки во всем мире люди, увидев бренд, сделанный в России, понимали это как символ того, что нельзя, к чему нельзя подходить, что нельзя покупать. Я думаю, что это должно быть таким народным движением, если Россия действительно запустит бренд, сделанный в России, оно должно быть всенародным, всемирным движением, противостояние этой попытки легализовать Россию в мире. Меня вот спросили, русская оппозиция собирается через две недели, по-моему, проводить в Берлине демонстрацию, массовую, типа. Что они там требуют? А, будут требовать, кстати, вывода российских войск из Украины, то есть требования вполне, которые мы абсолютно разделяем. И дальше пошла дискуссия в сети на эту тему, причем-то от имени русской оппозиции, там, грубо говоря, они объединили большие силы. И пошла дискуссия на тему того, что, ну вот, что это они там шляются, какой смысл, что они будут в Германии требовать от России чего-то там. Я считаю немножко по-другому, что российская оппозиция пусть делает то, что она считает нужным, это их методы, это их борьба, пусть борются как могут. Вот когда мы возмущаемся тем, что нам кто-то советует российская оппозиция, точно так же мы не должны лезть в их дела. Мы должны приветствовать их всячески. Делайте что-нибудь уже лучше, чем ничего. Уже лучше, чем это самое, чем они бы на Донбассе сейчас наших убивали, правда? Пусть лучше по Берлину ходят и требуют вывода украинских войск из Российской... Ой, российских войск, извините, из Украины, извините, заговариваюсь. То есть это лучше, точно лучше, чем они нас убивали. Эти русские точно лучше, чем те, тут нечего сравнивать. Но, отвечая на вопрос о том, что я про это думаю, я сказал, главное наше, украинское условие, по-моему, одно, чтобы без российских влагов. А то ведь там раздавались уже голоса, что надо нам ходить... Я серьезно слышал, вот этот человек, который вышел там из тюрьмы, когда по обмену пленными, этим заложниками, да, что надо, почему вы здесь стесняетесь ходить с российскими флагами по Европе? Нам надо поднять российский флаг, ведь это флаг там чего-то там. Нет, ребят, русская оппозиция. Ваш российский трехцветный флаг, это флаг убийц, это флаг того, что происходит сегодня. Это вот под этим флагом летает самолет, который убил сейчас жителей Харькова. Сегодня ночью. И другого смысла у этого флага больше нет. Нет, эти флаги, развешанные по оккупированным нашим городам, в Мелитополе, в Бердянске, который мы сегодня обстреляли, висит вот этот трехцветный флаг. В оккупированном Луганске висит этот аквафреш, так сказать, ужасный, правильно? И вы еще и в Германию собираетесь вывешивать этот российский флаг? Нет уж, ребята. Вы должны понимать, что этот флаг обгажен навсегда. Если вы это не признаете, то, боюсь, что не будет никакого шанса на восстановление отношений, а вот тоже не с кем нам будет вести диалог. С людьми, которые под этим флагом, мы можем вести только перестрелку, а не диалог. Простите. Пожалуйста. Еще одна новость из России. Вот это меня заинтересовало своей, не знаю, абсурдностью. Но в Государственной Думе Российской Федерации попросили возбудить дело, и, похоже, там уже успели за одни сутки далеко продвинуться, против телеканала «Дождь». Ну, против телеканала «Дождь» мы много чего говорили, и критиковали, и не критиковали. Кто-то поддерживает, кто-то не поддерживает, кто-то смотрит, кто-то обвиняет в чем-то. Сейчас давайте мы точно скажем одно. Люди с телеканала «Дождь» – это точно люди, которые против Путина, как минимум. Это точно люди, уехавшие из России, не присоединившиеся к… Я сейчас говорю про работников телеканала «Дождь». Я не знаю владельцев, но работники, журналисты телеканала «Дождь» точно занимают антивоенно-антипутинскую позицию лично. А тех, кто занимает другую, выгоняют, как мы помним, по одному примеру. Знаете, в чем обвиняют телеканал «Дождь»? Вот это самое потрясающее. Раньше его обвиняли в фейках против российской армии, и Путина, и так далее. Но, внимание, сейчас я вам зачитаю. Дискредитация саммита «Брикс» в Казани. А? Вот это красивая статья. Дискредитация саммита «Брикс». Да-да-да. В частности, установлено, это у них решение, что несмотря на запрет деятельности в России, зарубежная организация, телеканал «Дождь» свою деятельность не прекратила, и в течение нескольких месяцев под гарантией анонимности делала попытки установить контакты с жителями российских регионов с целью получения среднего военного характера, а также сбора информации для создания фейков о саммите «Брикс». То есть, заметьте, в России прибавилось священных коров. Раньше, я помню, в России было запрещено, как это называется-то, оскорбление чувств верующих. Окей. Потом запретили оскорбление чувств верующих в российскую армию. То есть, это назвали фейки о российской армии, за что посадили Яшину, там, многих еще. Фейки о российской армии. Что значит фейки? Яшин просто рассказывал, что россияне делали в Буча, и рассказывал правду. А теперь, значит, фейки про «Брикс». То есть, «Брикс» приравняли к российской армии. Чувствуете? Православная церковь, патриарх гундяев, армия, «Брикс». Православие, самодержавие, народность. Понимаете? Народность, православие – это вот православие. Нельзя запрещено вот это против церкви выступать, оскорбляя чувства верующих. Самодержавие – это «Брикс», а народность – это армия. Потому что в армии служит народ. Он пошел в едином порыве практически воевать. А православие – это вот «Брикс». То есть, «Брикс» стал священной коровой. Нельзя его оскорблять, потому что там был премьер-министр Эфиопии. Нельзя рассказывать фейки про то, как приезжал премьер-министр Эфиопии. Там был глава Палестины, Махмуд Аббас. Нельзя про это рассказывать. Фейки. Там был Гутерриш, руководитель Леон. А тут фейки про «Брикс». Вот интересно, какие они фейки про «Брикс» вообще рассказали? Ну, фейками про российскую армию назвали то, что российская армия совершает действительно преступления постоянно против гражданского населения Украины. А фейки про «Брикс», что, не знаю, Гутерриш сожрал 10 жителей Казани, или в чем там фейки, интересно, про «Брикс». Ну, интересно, то есть настолько унизительные новости прошли про этот саммит российский, что теперь россияне вынуждены, российское руководство вынуждено защищать саммит «Брикс» от телеканала «Дождь». Не знаю, есть в этом прямо великая, как мне кажется, пост-ирония. А вот есть человек, который прямо создал фейк про «Брикс». И его пока на него дело не завели, потому что этого человека зовут Лукашенко. Значит так, Россия не имеет к событиям в Грузии никакого отношения, заявил Лукашенко. Это про Грузию, да? Про выборы. Я это знаю точно, говорит Лукашенко. То есть он точно знает, что Россия не имеет отношения. Вот сука какая, да? Он что, сидел в Грузии и держал, так сказать, этот самый свечку возле избирательного участка, что он знает, что Россия не имеет отношения? Как это можно знать? Хотя, говорит, мы действительно переживали за грузин на саммите «Брикс». Переживали за грузин на саммите «Брикс». Вот интересно, как они там на саммите в Казани переживали за грузин? Вот сидит, значит, генсек ООН, правильно, Гутерриш. Говорит, ай-яй-яй, слушайте, так переживаю за грузин, что чак-чак кушать не могу. Как они там сейчас в Кутаисе мерзнут возле избирательных участков? Так получается, да? Или сидит, значит, кто там, премьер-министр Шри-Ланки вместе с президентом Египта, президентом Объединенных Арабских Эмиратов и президентом ЮАР. И такие, как мы переживаем за грузин? Давайте, может быть, тост за грузин, чтобы мы нам за них меньше переживали. Я думаю, что Лукашенко все это придумал, конечно, как они сидели, переживали за грузин, поэтому это фейк о саммите «Брикс». А на самом деле, обсуждал ли он с Путиным то, как именно Путин собирается украсть выборы в Грузии? Конечно, обсуждал. Но вы привлеките его к ответственности вместо телеканала «Дождь». Пока США попытались привлечь к ответственности 400 человек и компаний за помощь Российской Федерации с обходом санкций. Представитель Госдепа Мэтью Миллер сказал, что еще до тех, кто способствует войне России против Украины, помогая России обходить санкции, получать необходимые для нее военные машины. Мы просим использовать все доступные нам инструменты, чтобы обеспечить ответственность России за совершенные преступления. В санкционном списке новом, американском, десятки компаний из Китая, Индии, Малайзии, Таиланда, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов. Узнаете? Хе-хе! Снова «Брикс», снова «Брикс», которые импортировали в Россию, в частности, микроэлектронику, компоненты важные для авиации, и российские компании, выступавшие контрагентами-импортерами. То есть, прямо новый «Брикс», это прямо чисто клевета и фейка «Брикс», только уже от лица Госдепартамента США. Кстати, Беларусь тоже вошла в этот, естественно, список. Пятеро новоназначенных заместителей министра обороны России, а также серии российских предприятий, где ремонтируется военная техника, производство технологий, а также организации, связанные с военным сотрудничеством России и Беларуси. То есть, против белорусских компаний тоже введены санкции. Ну, а из приятных таких бонусов для нас, то, что пытается все-таки Америка закрыть россиянам вот этот проект, где они в Заполярье добывают газ, «Арктик СПГ-2», потому что наложила санкции на перевозчиков оборудования для этого проекта и на сеть судоходных компаний из Объединенных Арабских Эмиратов и Сингапура, которые участвуют в закупке судов для транспортировки сжиженного газа компании «Новатэк». Отдельно, вот я вчера сообщил, что впервые, значит, во время войны умер представитель «Росатома», а теперь под санкции попали три дочерние компании «Росатома», которые занимаются разработкой цифровых технологий и программного обеспечения для «Росатома». Но, вот понимаете, почему нам пока не удается победить Россию? Потому что против самого «Росатома» как-то Америка не вводит санкции, а вводит против дочерних компаний. То есть до «Росатома» нам нужно дожить. Нам до чего надо дожить? Дожить до этого момента, когда Америка введет санкции против «Росатома», дожить до того момента, когда нам тоже скажут, что мы под защитой ядерного щита Соединенных Штатов Америки, дожить до ракет «Тамагавк», которые нам передают, до всего этого придется каким-то способом доживать, а не до победы Трампа или Харрис. Вот, вот, к сожалению, так. Ну, а российских военных преступников пока отлавливают по одному. Вот прокуратура Финляндии сегодня предъявила обвинение в военных преступлениях впервые россиянину, Воиславу Тордану из подразделения «Русич». Его задержали в аэропорту, он пытался выехать из Финляндии, улететь из Хельсинки в Ниццу, его там арестовали, посадили, значит, в КПЗ, сейчас предъявили обвинение. Обвиняется он именно в военных преступлениях, которые он совершил на Донбассе, поскольку Украина добивается выдачи. Это такой первый, нам еще 100 тысяч таких. 100 тысяч можете задержать и выдать. Так что я надеюсь, что любой российский военнослужащий, который после войны поедет куда-то в Европу, будет арестован, тот, кто воевал и находился незаконно на территории Украины, и передан Украине. Так, чтобы они сидели в своей консервной банке в Сан-Самаре и не высовывали оттуда носа. Вот этого очень хочется. Мне лично очень даже искренне. Но пока не все страны одинаково полезны. Пока Финляндия арестовывает военных преступников, пример министра Словакии Роберт Фитца, а Мила общается с российской пропагандисткой Ольгой Скобеевой, дает ей интервью. Говорит, что устал, Евросоюз устал от войны в Украине, санкции не работают. Да, только вот американцы, видимо, не дураки, накладывают новые и новые санкции. И дальше самое интересное, что Роберт Фитца, премьер-министр Словакии, сказал, что готов приехать к Путину на парад 9 мая. Ну, это логично, вполне логично. Дело в том, что во время Второй мировой войны Словакия воевала на стороне фашистской Германии, отправляла экспедиционный корпус в Советский Союз, воевать за немцем. Вот, поэтому, ну, это были постоянные союзники Германии, Словакия, как государство. Разные, там было и словацкое восстание, то есть словацкий народ вел себя по-разному, но государство Словакия было на той самой стороне. Логично же им приехать на парад победителей, ну, раз теперь там парад новых нацистов, фашистов 21 века, то Словакия, вот это, кстати, ошибка. Второй раз подряд попасться, то есть надо же так попасть в неудачную кампанию. Вообще-то хороший маркер такой. Так, скажите, а кто сейчас фашист, а кто нет? Ой, мы не знаем. А на чьей стороне Словакия? На стороне Германии. Ну, значит, немцы фашисты. А сейчас он на стороне России. Значит, Россия фашист. Правильно? Вот так получается. Вот так. Ждите, ждите. К вам приедет, к вам приедет ваш фицер, дорогой. А вот президент Сербии Вучич, он поступил очень мило. Он, оказывается, Александр Вучич побеседовал с Путиным. Он беседовал по поводу приглашения на саммит Брикс. Впервые за 25 года он побеседовал с Путиным. А потом, говорит, ну, раз уж я звонил, чтобы два раза не вставать, я, говорит, спросил насчет прекращения огня в Украине. Что думаете, товарищ Путин? И российский президент сказал мне, говорит Вучич, что все цели специальной военной операции будут выполнены, подчеркнул Вучич. Вот знаете что? Это очень забавно, что Россия мобилизовала всех своих, или полу даже своих, в Европе. То есть этого Орбана отправили в Грузию. Они прямо не успевают, они разрываются. То есть Орбана отправили в Грузию наводить порядок. Значит, ФИЦа привезут к себе на 9 мая маршировать под немецким флагом, видимо, ну, в немецком я имею в виду Третьего Рейха флагом по Красной площади. Ну, а от президента Сербии не получишь таких бенефитов. Он не приедет на 9 мая, он не поедет в Грузию, потому что он пытается привезти свою страну в Евросоюз, а в конце концов и в НАТО, я надеюсь. Поэтому от президента Сербии все, что смогли добиться, чтобы он позвонил Путину и ретранслировал его слова о том, что, мол, все цели военной операции будут достигнуты. Но вот что забавно. Забавно то, что нашелся жительман, у которого страшно хорошая память. И я вспомнил, что в 22-м году, в мае месяце, 1900, господи, 1900, 2000, 22-го года в мае, Вучич, полтора года назад, таки звонил Путину, помните? Сейчас говорит, в 21-м году не звонил. А что он тогда сказал после разговора, знаете, а я знаю, я понял. Тогда президент Сербии Вучич вдруг рассказывает, говорит, я все узнал. Значит, российская армия захватит, перечисляю, это май 22-го года, перечисляю. Сейчас российская армия, говорит, захватит Северодонецк, Лисичанск, прямо назвал эти города. Сейчас, значит, армия захватит Северодонецк, Лисичанск, потом она захватит Бахмут, потом она захватит Краматорск и Славинск. Да, Покровск, Краматорск, Славинск. Это то, что сказал Вучич тогда, в 2022-м году. И дальше, говорит, если дальше Путин выдвинут ультиматум, если Запад его не примет, то наступит Пекло, в смысле ад, наступит ад. Вот такое сообщение пришло от Вучича нам два с половиной года назад. Пока не сбылся прошлый прогноз Вучича, пока. Ни про Краматорск, ни про Славинск, ни про Покровск. Пока еще что-то не сбылось. Хотя он сказал, что это все произойдет летом 2022-го года. А оно, как видите, не произошло. ВОЗ, может быть, и не ныне не там, то есть что-то произошло, но половина плана Вучича не сбылась. И ад как-то не наступил, и уже и этот самый ультиматум Путин выдвигал нам. И что-то ад не наступает и не наступает. Поэтому Вучича они используют для того, чтобы как бы лицом цивилизованного европейца, действительно, Вучич цивилизованный европейец, президент цивилизованной вполне себе страны, передавать месседжеры Путина. Когда этот месседж звучит из уст Путина, то все понимают, убийца, придурок, что мы его будем слушать. А тут как бы этими устами Вучича говорит Путин. Вот такая функция у президента. Стерпи образовалась.